Здравствуйте, друзья! С вами компания Динга Ременкуль и я, Александра Ядзова. Сегодня в нашем видео обзоре очень такое выгодное предложение. Это тоже срочная продажа. Квартира у нас в планировке 4 плюс 1. Продается она по очень выгодной цене. Цена будет указана у нас под видео. Сейчас мы приступим к рассмотру квартиры. Вообще здание само в состоянии окончания строительства. Много чего сделано. Осталось буквально какие-то элементы довести до ума. Сейчас мы с вами ее детально изучим. Вы составите свое мнение. Эта квартира подходит для больших семей по очень выгодной цене. Начнем. Сейчас у нас здесь вот мы в зоне прихожей. Это стальная дверь у нас. Здесь встроенный гардероб. Есть места для того, чтобы повесить одежду верхнюю, а также для обуви, других вещей. Непосредственно в прихожей зоне у нас вход в одну из спальных комнат. Окна ее смотрят на южную сторону. Кстати, вот я отсюда смотрю, мне видно частично море. Представляете? Это у нас пятый этаж. Достаточно высоко. Приятный бонус этой квартиры то, что у нас отдельная кухня. Следующая дверь ведет как раз на кухню. Сейчас мы туда пройдем и оттуда же есть у нас выход на балкон. Пройдемте. Мы с вами на кухне. Как я уже сказала, она у нас отдельная. Здесь можно и стол разместить обеденный. Посмотрите, место под габаритный холодильник у нас есть. Здесь вот приготовлено место под стиральную машинку. Потому что здесь еще одна нижняя есть. Я ее вижу. Это под посудомоечную машинку. Кроме того, есть место под духовый шкаф, варочную поверхность. Здесь должна быть установлена вытяжка. Кроме того, обратите внимание, раковина в этом проекте отлита уже. То есть нет стыковок, так сказать. Очень все миленькое, красиво смотрится. Еще здесь у нас есть окно. Вот я отсюда вижу море. Мы с вами вышли на балкон. Как вы видите, он достаточно большой. Здесь достаточно просторно. Нет такого ощущения, как окна в окна. Хотя, вроде бы, дом этот сам городского типа. Не имеет прилегающей территории. Но на сегодняшний день вот такие у нас виды. И с этой, и с этой стороны. Тут видно двор соседнего комплекса. И здесь открытое пространство. Кроме того, еще посмотрите. На этом балконе у нас есть место под установку газового котла. Газ до квартиры доведен. И в последующем вы сможете установить сюда газовый котел, который будет и обогревать помещение, и нагревать нашу воду. Мы с вами в салоне. Вот такой большой у нас салон. Здесь у нас на южную сторону выход на балкон. На западную сторону панорамное окно. И там я вижу узкий достаточно французский балкон. Но достаточный для того, чтобы помыть наше окно. Мы с вами просмотрели одну спальную комнату, кухню и зал. Теперь мы с вами вышли в коридор. Продвигаясь по коридору. Это получается с южной стороны мы переходим на северную сторону. У нас вот здесь туалет а-ля тока. И дальше мы продвигаемся. Здесь у нас вот развилка такая. Восточная и западная сторона. Сначала давайте пройдем в восточное крыло. Посмотрим одну спальню в этой стороне. И здесь у нас еще ждет нас две спальные комнаты. Это у нас родительская спальная комната. Здесь большой выход, большие панорамные двери. Выход на балкон. Балкон достаточно узкий, но по длине комнаты. Я думаю, что тут метр четыре, наверное, точно есть. Чуть больше. Кроме того, в этой комнате у нас имеется собственный санузел. В этом санузле у нас душевая кабинка и умывальник. И выход на пожарную лестницу. Перед ним можно организовать гардероб. Это отдельное помещение. Достаточно большое для того, чтобы комфортно разместить там платяные шкафы. Выходя из родительской спальной комнаты, у нас вот по северной стороне расположен общий санузел. Здесь, под которым у нас отдельная душевая кабинка есть, унитаз, умывальник с зеркалом. Также я вижу выводы для того, чтобы повесить полотенцесушитель. В принципе, все необходимое в этом общем санузле у нас имеется. Давайте теперь пройдем в третью спальную комнату. Мы с вами в третьей спальной комнате. Сразу скажу, здесь остекление идет по летнему типу, то есть одно стекло. Но здесь приготовлено место под установку радиаторов. То есть при желании можно использовать эту комнату именно как спальную и в зимнее время. Можно использовать ее как зимний сад, например. Почему нет? Она правильной квадратной формы. Это вот все окно, вся эта красота с видом набора. Открывается чудесный вид. Это у нас северная сторона получается. Пореда. Пореда. И вот, наконец, последняя, четвертая спальная. Комнатная комната, она прямоугольной формы. Окна уходит у нас на западную сторону. Тут у нас вид на гор соседних комплексов. Видно бассейн, детскую площадку соседнего комплекса. Достаточно открытое пространство. И нет того ощущения от городских квартир, которые без инфраструктуры, что у вас будет прямо окна в окна. Все очень плотно и застройки. Здесь такого нет. Еще сразу хочу отметить, что это чисто городской вариант. То есть у нас нет ни бассейнов, ни детских площадок, ничего. Айдат в этом комплексе, скорее всего, будет очень маленький. И на сегодняшний день еще строительство не закончено. Поэтому управляющей компании еще нет. И получается, что Айдат еще не определен. Но большая доля вероятности, что он будет меньше, чем средний размер. И в больших комплексах средний размер Айдата имеется в виду. Мы с вами просмотрели нашу квартиру. Общее впечатление очень такое позитивное. Понятное дело, есть момент того, что квартира еще не закончена строительством. Но это ожидается в ближайшее время. То, что из Кана нет. Собственник, продавец этой квартиры сказал, что до получения из Кана какую-то сумму 20-30 тысяч турецких лет Покупатель может не оплачивать и оплатить ее только после получения из Кана. Это тоже немаловажный момент. То, что человек уверен в том, что из Кана будет получен. Что касается местоположения этого комплекса. Квартира у нас находится в тихом районе Теджея. Правда, вот сейчас со мной громыхает строительная техника соседнего комплекса. Но это уже завершающий этап конкретно по этой стройке. В остальном вокруг уже все построено, обустроено. Поэтому таких строительных шумов, надеемся, в ближайшие годы тут не намечается. Также у нас равноудален комплекс и от дороги, и от моря. Рыночная площадь у нас здесь буквально в 200-250 метров. Магазин А-101 буквально тут 70 метров, наверное. В общем, все рядышком. Очень удобно. Автобусная остановка тоже рядом. Тут и городские автобусы проезжают. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами была компания Дип Гарри Минкуль из Солнечного Мерсина. И я, Александра Гаязова. Продолжение следует...